Дорогие друзья, я бы сейчас хотел рассказать о школе, ну, грубо говоря, по сообщениям, что закладывалось. Ну, сразу обращу внимание, вот если мы... Вот надо еще Польшу добавить, Польша добавилась у нас. У нас довольно много стран. Вообще, вот, Мириан пришел, да? Да, новички, как правило, ну, все когда-то были новичками, и когда человек уже весь процесс изучил, он знает, что должно происходить, все просто. Но для новичка зачастую это сложно. Тем не менее, школа построена де-факто таким образом, что здесь будут всегда только помогать. Очень строго здесь следиться, если кто-то кого-то хочет обидеть. В этом мире и так очень много жестокости, поэтому школа – это важно доброе отношение. Можно, я бы хотел с гордостью отметить, что, например, вот Игорь Иванов, ребята старались помогать. То есть, в конце концов, Мириан решил проблему, как казалось, забыл установить Жанга. Но я говорю, здесь нельзя судить строго, потому что, да, все это есть в уроках, но для новичка все сложно сразу ухватить. Тем не менее, в данной ситуации я бы поблагодарил и Мириана, потому что он все-таки, у него все получилось, все заработало. Главное, что человек, у него получилось то, что он задумал, потому что, когда, допустим, он поступал в школу, говорил, ну, с сервером, ну, не получалось. Ну, получилось, да, это хорошо. Поэтому вот доброе отношение. Второй вопрос, что очень радует, у нас в школе есть и люди ученые, то есть, начал развиваться хорошо, вот так, потихонечку, раздел искусственный интеллект. То есть, в данном случае, это код применения библиотеки графиков, это графиков Matplotlib. Но она, эти библиотеки все, Matplotlib для создания графиков, Skikit-learn, Pandas, они нужны не только ученым, например. Если вы хотите, чтобы на ваших сайтах были графики, это для любого сайта пойдет и нужно, чтобы сайты автоматизировать, то эти библиотеки нужно изучать. Этот раздел развивается так же, как и другие. То есть, здесь есть свой отдельный кабинет и потихонечку он развивается. Что еще интересно, что вот Саша Ситушкин, Алексис 12, да. Ребята в школе пишут не только Django, например, Александр написал программу на PyKT 5, то есть, вот он сбросил, возможно, вы прочитаете. То есть, написал, что у него не получалось. Но сам факт, что человек, изучая Python и находясь в школе, он может работать абсолютно с любыми библиотеками. Я как-то сказал, что если человек освоит Django, Kiwi и освоит библиотеки, вот эти вот Pandas, принцип везде одинаковый. Далее он сможет работать абсолютно с любой библиотекой. Потому что человек начинает понимать принцип, что любая библиотека, в принципе, построена на классах. А для глубокого понимания классов у нас есть специальный раздел Python ООП, где переосмысление, где уже глубокое изучение. То есть, школа многопланова. Хотелось бы... Зачем писал это видео? Вы знаете, наверное, самое такое вот, то, что я берегу, это атмосферу. Потому что важно... В школе можно помогать. Вот и все, что можно. То есть, проще всего было бы сказать, ой, у тебя там не получается такой-то, такой-то. На самом деле, ребят, вот здесь важно. Всегда доброе слово, оно всегда важно. Если какая-то помощь, даже если доброе слово, помощь по делу, это очень классно. Ведь для меня, вот как я для себя это вижу и понимаю, что важно стимулировать человека, чтобы у него получилось, чтобы он проявил максимум сил. Ведь бывают моменты, ну, когда человек еще до конца не понял, но не получается. И в этот момент очень важно его поддержать. И за этим я очень сильно слежу. Почему? Потому что обидеть всегда просто, а вот помочь, поддержать, сказать доброе слово, это архиважно. Чтобы человек хотел дальше заниматься Python и хотел именно заниматься вообще. И вот просто данный случай, Мириан, и насколько были радостны его сообщения. Вы знаете, вот тут я и участников школы поблагодарю. Вот это сообщение много чего стоит. Огромное спасибо. Оказалось, что не установлен жалобы. Не знаю почему, но я не проделал другие уроки, устанавливал жалобы, работал и не задумался, что может быть в этом проблема. Извините, если у меня прагматические ошибки. Конечно же, здесь возникает радость, что у Мириана все получилось. За это время, пока он копался, разобрался с менеджером Пай. И, конечно же, хочется поблагодарить ребят, которые поддерживают атмосферу де-факто. То есть дружелюбная атмосфера. Ведь важный человек, вот это для Мириана, это маленькая победа. Он сделал для себя вывод, что да, у него получилось, и его поддержали. Это очень важно. Понимаете, каждый человек здесь, рано или поздно он разберется сам, и Джанго, и всем. Но важно само отношение, чтобы человека поддержать в нужный момент, чтобы он не опустил руки. Потом, конечно, он раз-два проделал, и уже все на автоматах делается за секунды. Когда изучается, иногда тратятся часы. Но в итоге мы понимаем, что то, что мы проделали, потом делается в течение 10-15 секунд. Вот такой рассказ получился простой. Это, наверное, то, чем хочется гордиться, потому что в этом была цель. Понимаете, цель именно создать атмосферу, где люди смогут получить помощь, самое главное. Да не, я говорю, что люди все грамотные приходят. Просто когда новое, и человеку важно, как бы, сказать, если не знаешь, лучше просто скажи доброе слово. Потому что важно для человека понимать, что его поддержат, но не обидят. Это важно. Это залог успеха, потому что, я еще раз повторяю, все люди грамотные. Просто вот тот момент, когда человек сидит, ему он и злится, у него не получается и отчаивается, то доброе слово всегда будет хорошим стимулом. И вот когда получается эта победа, во-первых, человек делает вывод, что у него получилось, а во-вторых, это просто классно, это просто круто. И вот здесь, конечно же, плюсы ставятся в данном случае Иванову Игорю. Конечно, человек старался помочь, вот как он мог, как он понимал, как он сам делал. То есть это важно. Такими ребятами надо гордиться и приветствовать всячески. Потому что вот это именно разевает то в человеке, что в последующем дает ему работать в интернете и именно продавать. Ведь можно отбросить все привычки. Оставить даже если только одно умение помогать, умение поддержать, то человек всегда будет зарабатывать, потому что к такому человеку всегда будут тянуться люди. Спасибо, ребят. Я думаю, что эти простые истины вы знаете, но хотелось бы, чтобы вы их обязательно применяли в жизни. Спасибо.